С вами я, Гульнара, и мы продолжаем изучать каракопакский язык. Сегодня я буду вам приказывать. И первый мой приказ. Не спи на уроке. Ну, по фотографии, мне кажется, уже было понятно. Как вы поняли, сегодня мы пройдем глаголы, в частности, повелительные наклонения. Научимся давать приказы и повелевать. В уважительной форме. Также и в уважительной форме. Итак, глагол. Так, тема глагол. Мы переходим к словам, к новым словам. Первый наш глагол это БЛЮ. Знать. Неопределенная форма глагола БЛЮ. Знать. Так же, как и в русском языке, мы потребляем инфинитив, чтобы сказать про глагол БЛЮ. И потом уже подбираем нужную нам форму. БЛЮ. Знать. Я знаю каракопакский язык. Добавляем окончание ЕМЕН. И все, вы теперь знаете каракопакский язык. Но не так-то просто. Это так не работает. МЕН КАРАГАЛПАХТЕЛИН БЛЮМЕН. Я знаю каракопакский язык. МЕН КАРАГАЛПАХТЕЛИН БЛЬМИЙМЕН. БЛЬМИЙМЕН. Я не знаю каракопакского. То есть БЛЕММЕН. Знать. Знаю. Я знаю. И БЛЬМИЙМЕН. Я не знаю. Настоящее время глагола. Второй наш глагол это СУЛЬЮ. СУЛЬЮ. ГОВОРИТЬ. МЕН КАРАГАЛПАХТЕЛИН БЛЬМЕН. Я говорю на каракопакском. МЕН КАРАГАЛПАХТЕЛИН БЛЬМЕН. Я не говорю на каракопакском. Если вы хотите сказать ты говоришь на каракопакском, то просто СУЛИМЕН. Бұк о МЗМИНЯТЕ НА С. Просты. Сен ҚАРАГАЛПАХТЕЛИНДЕ СУЛИЙСЕН. Сен ҚАРАГАЛПАХТЕЛИНДЕ СУЛЕМЕЙСЕН. М заменяем на С и все. Мен харал пахталин бле мен. Сен харал пахталин бле сен. Сен харал пахталин дэ суй лей сен. Мен харал пахталин дэ суй лей мен. Так, инфинитив. Неопределенная форма глагола. Знать, блю, суй лю, говорить. То есть в неопределенной форме добавляется окончание и, у или просто у, табл ю. А как же преобразовать это в повелительное наклонение? Как мы будем приказывать человеку, как мы будем просить у человека знать что-то? Ты должен знать это. Ты должен говорить. Говори. Знай. Бель. Знай. Сюй ле. Говори. Просто убираем окончание. Отрицательный. А теперь переходим к отрицательной форме. Как заставить человека не учиться. Уку это учиться. Уку. Уку. Учиться. Если вы будете просить. А вот учись будет ухо. Ухо. А не учись. Ухо ма. Ухо ма. Добавляем просто ма. Ухо. Ухо ма. Не учись. Но плохой, конечно, совет. Поэтому ухо. Учись. Ещё один новый глагол. Беру. Беру. Дать. Беру. Дать. Дай мне денег. Вы не забыли, как на Каркалпакском будет деньги? Дай мне денег. Маган. Ахша. Бер. Бер. Дай денег. Ахша. Бер. 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 Дай. Берме. Не давай. Берме. Здесь уже не ма, а е. Потому что в слове бер встречается буква е. Поэтому ма заменяется на е. Берме. Бер. Дай. Берме. Не давай. Брать. Брать. Бери. Бери. Ал. Бери. Ал. Возьми. Вот возьми. Это тебе. Ал. Не бери. Алма. 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 Вы, если помните, алма это яблоко. Алмана алма. Алмана алма. Это амаформа. Алма это яблоко. Алма на яблоко. Алма не бери. Не бери яблоко. Не надо. Не бери яблоко. Отсылка к белоснежке. И еще один глагол. Бару. Бару. Идти. Идти. Иди. Но здесь значение куда-то именно... Значение не просто идти, а куда-то реально сходить. Бар. Иди. Сходи. Бар. Барма. Не иди. Не ходи туда. Что-то в этом роде. Бар еще переводится как есть. Бар. Есть. И иди. Бар. Иди. Сходи. И не бар. Иди в дом. И не бар. Иди в дом. Ты уже как бы засиделся у нас в гостях слишком долго. Поэтому и не бар. Иди в дом. Барма. Миктепке барма. Не иди в школу. Миктеп – это школа. Надеюсь, вы не забыли, потому что мы это слово уже прошли. Миктепке барма. Не иди в школу. Бар. Иди. Барма. Не иди. А теперь как это все будет в уважительной форме? В уважительной форме мы добавляем вот эти вот окончания. Ин. Ирин. Ин. Бирин. Дайте. Аллэн. Возьмите. Барин. Идите. Бирин. Дайте. Аллэн. Перите. Барин. Идите. Вот эти вот глаголы мы сегодня прошли. Биру. Дать. Аллу. Брать. Бару. Идти. И вот все формы. Бир. Бирме. Бирин. Бирмен. Бир. Бирме. Неформально. И бирин. Бирмен. Формально. Бир. Дай. Бирме. Не давай. Бирын. Дайте. Бирмен. Не давайте. Аллу. Ал возьми. Алма. Не бери. Алма. Алма. Не бери яблоко. Алма. Алма. Не бери. Аллын. Берите. Алман. Не берите. Бару. Идти. Бар. Иди. Барма. Не иди. Барн. Идите. Барман. Не идите. Не ходите туда. Сегодня мы прошли пять глаголов. Знать. Говорить. Дать. Брать. Идти. И формы повелительного наклонения этих глаголов. Еще раз посмотрите. Повторите. Знать. Белю. Говорить. Сюлю. Дать. Беру. Брать. Аллу. Идти. Бару. Мы. Сейчас мы перейдем к некоторым интересным примерам. А потом я вам дам задание составить предложение с этими глаголами и с теми существителями, которые мы уже прошли. Как я говорила Алмана. Допустим, как Алмана. Алма. Не бери яблоко. Миктип кебарма. Не идей в школу. В форме повелительного наклонения. Учи уроки. Сабағынды ухы. А теперь переходим к примерам. Сабағынды ухы. Учи уроки. Это вас всех касается. Сабағынды ухы. Учи уроки. Тынышлықты сахлан. Саблюдайте тишину. Тынышлықты сахлан. Тынышлық – это тишина. Сахлан – соблюдать. Сахлау – соблюдать. Сахлан – соблюдайте. Здесь сабағынды ухы. Неформальная речь. Учительница приказывает вам. Сабағынды ухы. Учи уроки. А это уже формальная речь. Вас просят соблюдать тишину. Вас прям просят соблюдать тишину. Тынышлықты сахлан. На этом мы завершаем урок. Тема очень лёгкая. Думаю, во всем всё понятно. И домашнее задание составить предложение. В повелительном наклонении. Используя эти глаголы. И те осуществительные, которые мы уже прошли. Надеюсь, урок был интересен. Всем. Хош сал. Саламат булы. До свидания.